Жители Чувашии украшают свои окна символами Великой Победы. Георгиевские ленты, красные звезды или слова благодарности. У каждой композиции непременно своя история. Берем красный цвет, рисуем огонь. Возложить цветы к вечному огню в этом году по семейной традиции не удастся. Поэтому яркие краски пламени заиграли на окне, а над ними летят журавли. Что обозначают журавли и голуби? Голуби – это, получается, символ мира. А журавли, я подразумеваю, что это души тех погибших воинов, солдат, офицеров. Три журавля здесь мы как бы показали то, что с нашей семьи ушло три человека на войну. Ну, получается, как бы со стороны жены и с моей стороны тоже. Родители заложили смысл в композицию. А воплощать ее на холсте окне взялась старшая дочь Маленковых – Катя. Ты леонид тюльпану-то рассылаешь? Угу. Там что тебе не понравилось-то? Видишь, пустое место осталось. А, ну да. Я учусь в художественной школе, так как у нас уроки не работают, я хотела проявить свой талант и сделала красивые окна. К акции «Окна Победы» присоединяются в разных уголках страны. Люди украшают окна квартир и домов, а потом выкладывают фотографии в социальных сетях. Под хэштегом «Окна Победы» уже десятки тысяч снимков, и с каждым днем их все больше. На окнах размещают и плакаты, и фотографии родственников-фронтовиков. К акции присоединяются больницы, школы. Принять участие может каждый. Все, что для этого нужно – кисти, краски, трафареты из бумаги или стикеры. Это зависит от фантазии. Кстати, на официальном сайте акции «Года памяти и славы» есть рекомендации и трафареты. Оформив окно, мы не просто разукрашиваем серые будни. Мы отдаем дань тем, кто когда-то защитил нашу Родину. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Роман Емелин. Республика.